День открытых дверей на металлургическом заводе Балакова – это не просто встреча работодателей с потенциальными работниками. Это открытый разговор о проблемах, с которыми сталкиваются и предприятия, которые ждут рабочие руки, и техникумы и университеты, которые обучают будущих специалистов. И самая главная проблема – выпускники не стремятся работать на заводах. Предприятиями города и района на сегодняшний день заявлено порядка 4000 вакансий, а если точнее, 1927. Из них порядка 70% – это должности как раз именно рабочие. Это 2727 единиц и 1202 единицы – это должности специалистов. Нехватка квалифицированных кадров, как показывает статистика, чувствуется во всех отраслях. Но происходит это не потому, что выпускники не хотят трудиться на заводах, а потому, что они не понимают специфики рабочих специальностей. Им мало об этом рассказывают в школе и дома. Поэтому при выборе будущей профессии они не всегда ориентируются на рынок труда, выбирая невостребованное направление. Какое было удивление родителей, скажем так, я их всех сопровождала, я видела, как родители на это реагируют, что они первый раз, многие из них первый раз вообще попали на какое-либо производство. То есть родители – это дети 90-х, начало 2000-х, когда у нас производство было в упадке, и многие производства стояли, и куда шли эти родители работать? Те же магазины, те же рынки, ларьки и прочее. То есть у родителей нет представления о том, что можно работать на производстве. Сегодня заводы – это высокотехнологичное производство, которое обеспечивает своих работников хорошими условиями труда. По словам генерального директора МЗ Балакова Николая Лигуса, на металлургическом заводе есть всё, чтобы молодой специалист влился в коллектив и стал частью большой команды. Новое оборудование, новые технологии. Ну и самое главное, самое главное – это люди, которые будут находиться на этих рабочих местах, получат достойную зарплату, получат интересную работу. Мы три года назад начали большую работу с нашим политтехническим техником, в котором приняли первую группу по программе «Покатное производство». Сейчас эти студенты, которые у меня с милого глаза три года назад, три года были мальчишки, которые не понимали, куда они пришли. Сейчас Петра Ивановича в сроке «Покатного цеха» пришли осваивать азы того производства, которое позволит им в своей жизни смело идти в будущее. Сейчас они пришли на производство действующих сроках «Покатного цеха». И отсюда же мы формируем базу тех людей, тех специалистов, которые будут задействованы на монтаже, на наладке, допустим, на лад и на эксплуатацию целого оборудования, который надвезет. Сегодня рынок труда принадлежит не работодателям, а тем, кто ищет работу. Вакансий много, возможностей для профессионального роста тоже. Предприятия Балаковского района уже несколько лет воспитывают молодые кадры, начиная с техникумов и вузов, а то и со школьной скамьи. Проводятся профориентационные мероприятия. Во время практики за студентами закрепляют наставников, которые вводят ребят в профессию. И эти труды приносят свои результаты. С каждым годом всё больше выпускников выбирают рабочие специальности.